Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос. Что делать в этой ситуации? Я не чувствую себя красивой. Все вокруг говорят, что я очень красивая. Я постоянно слышу комплименты. Мужчины часто просят мой номер, но я никак не могу почувствовать себя красивой. Как бы ни выглядело, я не чувствую себя такой. Всегда долго подбираю одежду, долго крашусь после этого, все равно не считаю себя красивой. Благодарю за ответ. Ну, заранее спасибо за ответ. Смотрите. Во-первых, красивый это как? Это когда? Это что? То есть вот чего конкретно у вас нет, чтобы чувствовать себя красивой? Нос, разрез глаз, брови, лоб, не знаю, щеки, подбородок, губы, там, что-то еще, да, волосы. Вот. Какой этот образ красоты или образ идеальный у вас, которому вы так вот стремитесь, тяготеете, да, пытаетесь обрести его? Видите ли вы его? Знаете ли вы его? И откуда вы его взяли? Дальше. Почему почувствовать себя красивой так важно? Ну, то есть, какая разница, красивый я или нет? Да? Ну, то есть, мной восхитятся, вот если я красивый, Мною восхитятся, один раз, ну, может быть два, два, и все. Потом, потом, просто человек так или иначе на что-то другое будет свое внимание обращать. Ну, точно не на красоту, а на личные качества, на поведение, на интересы, на ценности, на, там, манеру взаимодействия, да, на то, как я выстраиваю коммуникации, вот, и так далее. И вот есть ощущение, есть ощущение, что вы за красоту и прячетесь, избегаете контактов, потому что вот этого всего, что я перечислил, у вас как будто бы мало. То есть, вы вот много внимания уделяете красоте, вы, вы вот переживаете по поводу того, красивый вы или нет, но вы за этим скрываете вот эту вот историю. Поэтому, да, если мы говорим о красоте, то это проблема с самооценкой, но, это проблема с самооценкой не в том смысле, что я должна считать, что я самая красивая, это тоже оценка. А эта история про то, что я вот свою внешность выставляю на показ, я внешностью пытаюсь чего-то добиться, да, ну, имеется в виду с другими людьми, но только не своими личностными качествами и так далее. Потому что это я все прячу, это я все обесцениваю. Почему? Потому что я это подавляю. Потому что ценил, как бы вот в моей системе ценностей, да, в моей парадигме, ценится только-только вот внешняя сторона, все остальное не нужно. И я стыжусь вот того, что у меня есть внутри, да, стыжусь вот своего-своего внутреннего мира, по большому счету, и, собственно, выставляю, выставляю себя только вот с внешней стороны, пытаясь быть идеально красивой, а идеально красивых, как бы, людей, ну, не бывает, да, какие-то изъяны есть. И чем больше человек смотрит на себя, да, тем больше он пытается увидеть какие-то изъяны, тем, собственно, он больше их находит, потому что идеальных людей, ну, просто не существует, идеальных красивых людей не существует. Всегда есть какие-то, скажем так, неидеальности, но именно эти неидеальности и делают человека человеком, да, вот. И дальше вот говорят, где-то я слышал такое высказывание, я, правда, не помню где, что вот лицо человека не является симметричным, да, вот. И вот эта вот асиметрия, она является признаком здоровья, если у человека лицо симметричное, то это что-то нездоровое. Вот, это такой человек болен. В общем, довольно серьезно. Вот, и вот, вот в чем штука. То есть в красоте, да, вот в стремлении к красоте, в попытках чрезмерных наводить красоту, замечать красоту, обращать внимание на красоту свою, и вот смотреть на то, а оценили ли, да, люди, если нет чувств, вы говорите, что не можете почувствовать себя красивее, так это и правильно. Потому что нельзя почувствовать себя красивее, потому что красота есть оценка. То есть, когда мы говорим, что это красиво, вот, мы, ну, вот, ни много, ни мало, да, что мы делаем? Мы оцениваем это. Мы говорим, что вот это красиво. Мы это оцениваем, вот, ну, а себя, сам, да, человек, ну, оценить его, ну, не способен, просто. Вот, да, вот, поэтому, вот, а тут как раз вот такая проблема присутствует, да, вот, но, 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 дело не только в этом, само собой. То есть, не только, вот, в этом аспекте всё крутится, то есть, не только, ну, не только, вот, об этом мы говорим. Да. А, существует, конечно, конечно, и ряд, вот, других факторов. Да? Вот, о которых тоже хочется сказать. Ну, во-первых, во-первых, как уже, в принципе, было, я надеюсь, понятно, что вы зажимаете себя. Вы знаете, вот, ну, какой-то вот, какой-то элемент своей ценности, да, вот, свой, так скажем, внутренний мир. Вот, и не позволяйте себе проявляться, это первое. Мы что-то, ну, мы обращаем, во-внимание, на то, ну, красивы ли вы, или, или нет, вот. А, не случайно, не случайно, не случайно, вы обращаете на это внимание, именно, потому что, вот. А, всё остальное, у вас подавлено, ну, к сожалению. Дальше, дальше, вы рассуждаете, значит, термин, как, красоты, да? Вы рассуждаете в таких, ну, ну, такой терминолог. Ага, и это не случайно. На мой взгляд, ну, вот, по моему мнению, вам хочется, ну, действительно, вам хочется соприкасаться. А, значит, ну, как-то, с красотой. Только, на мой взгляд, на мой скромный взгляд, для этого вы выбрали не лучший путь. Желая и мечтая, отчаянно стремяюсь к тому, чтобы оценили вас, вот, чтобы, ну, чтобы вам сказали, что вы... Красиво. В действительности же, я думаю, что вы переносите во внешний мир... Как бы, потребность, что ли, восхищаться... Ну, самостоятельно. Я думаю, так. Вот. А, только вы это, опять же, ну, блокируете. В себе, вот это. И... А, это... По большому счёту, ну, в общем-то, со временем голодным, вот, а со временем голодным именно по этой причине. Поэтому задача здесь заключается в том, чтобы вот эту вот, ну, естественную потребность в соприкосновении с чем-то красивым перенаправить. Значит, из такой пассивной истории, как сейчас это делаете, ну, как сейчас вы это делаете, вот, в историю проактивную больше. Это была именно проактивная история, чтобы это зависело от вас целиком и полностью. Поэтому нужно учиться видеть красоту других людей, восхищаться и, вот, и вот в таком случае тогда у вас многое начнёт меняться. Ну, и понятно, что обесценивающие тенденции у вас также присутствуют, их также нужно корректировать, без этого никуда. То есть, это запрос на психотерапию, потому что именно в процессе её вы сможете и себя найти, и себя научиться проявлять, и свои стороны выражать и реализовывать. Всего доброго, удачи, буду благодарен за обратную связь. По моему ответу это позволит вам начать над собой работу. Продолжение следует... Продолжение следует...